Задачи по благоустройству за Волжей давно поставлены и средства выделены. Настало время проверить, насколько качественно выполняются работы. По этому поводу губернатор Сергей Морозов лично посетил дворы, сквер из территории 74-й школы на верхней террасе. Ревизоры стартовали со двора 10-го дома на улице Гоголя. Такое начало объезда можно назвать позитивным, потому что территория у многоквартирного дома заметно ухожена. На яркой детской площадке стоят приличные лавочки, тротуары покрыты новым асфальтом, а в палисадниках благоухают цветы. Проезжая часть тоже радует глаз. По крайней мере, там не найти привычных полуметровых ям и разбросанных булыжников. Сами жители во главе со старшей по дому вносят огромный вклад в благоустройство. Секрет красоты и чистоты двора очень прост. Жители всех 11 подъездов помогают за ним ухаживать. Если вот вы видите за мной тоже, да, там такой цветник, да-да-да, помогает. У нас даже не только жители, у нас даже дети активно помогают. Представляете, вот вчера, вчера мы с детьми проводили субботник, они прям как взрослые люди раскидывали землю. Управляющая компания тоже, в общем, подсуетилась тут. Прибывший на место Сергей Морозов оценил совместные труды жильцов и коммунальщиков. Старшая по дому с гордостью провела экскурсию по двору, будто показывая местную достопримечательность. Программа формирования комфортной городской среды стартовала в 2017 году. Жители выбирали архитектурные решения, а строители воплощали их в жизнь. Конечно же, работы по преображению всех объектов еще не закончены. Уложиться во временные рамки и добросовестно выполнить заказы задачи компаний-подрядчиков. В обязанности правительства региона входит контроль качества исполнения. Поэтому вот мы проводим такие работы с целью понять, где есть какие-то недочеты. Если эти недочеты есть, то подрядчики обязаны по гарантийному сроку их исправить. На улице Гоголя делегация осмотрела соседние дворы, 74-ю школу и аллею. Эти участки оказались благополучными. Старания жильцов Гоголевского ТОСа не прошли даром. Территории ухожены и благоустроены. Далее группа отправилась на улицу врача Михайлова. Там картина казалась диаметрально противоположной. Рядом с 56-м домом, вошедшим в программу, никаких положительных изменений. Ни скамеек, ни тротуара, ни нового освещения. На месте только огромная лужа и пара рабочих в оранжевых жилетах. К слову, объект должен быть готов еще 15 августа. Сегодня уже 22 августа. Кто подал на него? Досудебно. Не волнует никаких причин. Он сорвал сроки. Работу выполняет некачественно. Штрафные санкции, надеюсь, у вас там в договоре прописаны. Работы по укладке асфальта начались в мае и продолжаются до сих пор. Руководитель подрядной организации объяснил, в чем причина тортуарного долгостроя. Видимо, в ляпах и задержках по срокам виновны третьи лица. Почему так долго все получилось? Из-за того, что каждый раз, каждый день, можно сказать, происходит изменение в проекте. На каждом шагу все меняется, поэтому все затянулось. А кто меняет в проекте, например, условия? Ну, во-первых, сами жильцы, общественники. Ситуацию с обустройством улицы Врача Михайлова можно назвать безобразной. Из удобств только необходимые магазины поблизости. В связи с этим Сергей Морозов поставил этот объект на личный контроль и уже запланировал следующий визит на 1 сентября. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.